Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию статья «Луна и здоровье». Кто-то это уже хорошо знает и давно пользуется этим, а кому-то будет в новинку, а кому-то просто напоминание. Читает Лора. Луна и здоровье. Характер влияния Луны на здоровье человека зависит в значительной степени от фаз лунного цикла, каждая фаза которого длится примерно неделю. Если лунные дни в большей степени определяют наше поведение, то фазы Луны влияют на состояние нашего организма, степень его жизнестойкости и активности. Вы наверняка замечали, что в одни дни месяца просыпаетесь бодрым и полным энергии, а в другие – вялыми и уставшими. Если к этому явлению приглядеться внимательнее, то можно заметить, что смены нашего самочувствия происходят циклически. Различные фазы Луны сказываются на вашем эмоциональном состоянии, нервной системе и энергетическом уровне. Особенно сильно Луна влияет на женщин, поскольку женский организм в большей степени подчиняется лунным циклам. Рассмотрим, каким образом фазы Луны влияют на наше здоровье и организм. В период новолуния человек наиболее ослаблен и обессилен. Энергетический ресурс организма находится на минимуме. По мере роста Луны энергетика будет накапливаться вплоть до полнолуния. Мужчины реагируют на новолуние сильнее, чем женщины. Они в это время бывают агрессивными и нервными. В период новолуния нежелательны любые нагрузки на организм. Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Нужно постараться свести к минимуму нервное напряжение и агрессию, ведь именно в период новолуния наблюдается наибольшее количество инсультов и инфарктов. Период новолуния благоприятен для избавления от вредных привычек, для проведения очистительных процедур, а также для того, чтобы посидеть на диете. Фазы растущей Луны. Это лучшее время для новых начинаний. По отношению к здоровью это может быть укрепление иммунной системы, увеличение мышечной массы, ускорение процесса обмена веществ, повышение гибкости позвоночника и т.п. В период растущей Луны следует начинать мероприятия, направленные на достижение данных целей. На растущей Луне у человека много энергии, поэтому все физические упражнения, начатые в это время, будут даваться легко и выполняться с энтузиазмом. Любые нагрузки в эти дни допускаются более высокие, чем на первый взгляд может выдержать человек. В период растущей Луны рекомендуется курсы профилактического лечения, прием витаминов, обогащенное необходимыми элементами питания. Благоприятно проведение процедур, питающих кожу, ногти, волосы. В это время наш организм особенно жадно поглощает все, что в него попадает. Поэтому нужно следить за своим питанием. Оно должно быть полноценным и качественным, но ни в коем случае не избыточным. В полнолуние. Маленькое дополнение тут. С 21 февраля по 28 февраля будет у нас полнолуние в 2023 году. Вот я как раз о нем вам читаю. В полнолуние. Наши чувства и эмоции обостряются. В этот период психика человека становится очень уязвимой. Женщины сильнее реагируют на полнолуние, чем мужчины. Для полнолуния характерна бессонница, избыток энергии и неугомонности. В полнолуние не стоит выяснять конфликтные эмоциональные отношения или браться за волевое воспитание детей. В эти дни в результате повышенной эмоциональности водителей учащается аварии на дорогах. Под влиянием алкоголя людьми совершаются непредсказуемые поступки с тяжкими последствиями. В полнолуние максимально проявляются болезненные ощущения, ярко выраженные симптомы заболеваний, а хирургические операции опасны кровотечением. Исследования показали, что в этот период кровь более жидкая и хуже сворачивается. Поэтому во время полнолуния по возможности следует избегать хирургического вмешательства. Или вообще отказаться от него. Бурную активность и темпы физических упражнений в полнолунии следует снизить. В этот период сильные физические нагрузки вызывают обратный эффект. Вместо прилива энергии ощущается усталость, портится настроение, появляется пессимизм, все усилия кажутся четными. Чтобы это не произошло, в полнолунии следует отказаться от больших нагрузок. Например, вместо утренней пробежки можно в течение дня просто прогуляться, а в спортзале силовые упражнения заменить упражнениями на релаксацию. В дни полнолуния рекомендуется употреблять больше жидкости, но не алкоголя. Полная луна усиливает воздействие алкоголя на организм. Соки должны быть свежеприготовленными. Следует употреблять больше овощей и фруктов. От мяса в эти дни можно вообще отказаться. Хорошо в это время будут действовать на организм молочно-кислые продукты. Фазы убывающей луны. В фазы убывающей луны необходимо проанализировать достигнутые результаты и исправить ошибки. В это время нужно начинать решительную борьбу с хроническими заболеваниями. И с тем в своем организме, что вам не нравится. В период убывающей луны самое подходящее время, чтобы окончательно избавиться от всего, что вас раздражает. Если вам необходимо ограничить себя в еде, чтобы избавиться от лишнего веса, начинайте соблюдать новый режим в период убывающей луны, после полнолуния. Болезнь во время убывающей луны теряет свою силу, а организм старается избавиться от нее, как от инородного в себе. Если ему в этом помочь, своими усилиями в виде нормализации режима дня, прогулок на свежем воздухе, восстановления режима питания, коррекции некоторых вредных привычек, можно значительно улучшить самочувствие и достичь отличного результата. Все физиологические процедуры, направленные на снятие воспалительных процессов и выведение токсинов, в это время эффективны, как никогда. В этот период можно посещать стоматолога и соглашаться на операцию, если без нее невозможно. В результате убывающей луны процессы обмена веществ замедляются. Пища, которая плохо усваивается, будет скапливаться в организме в виде шлаков. Поэтому в питании упор следует делать на злаки, овощи и фрукты, а мясо употреблять в небольших количествах. Рекомендуется пить больше жидкости, чтобы облегчить выведение токсинов из организма. Жизнь, в согласии с лунным циклом, позволяет сохранять стабильное здоровье и нервную систему. А при лечении болезней с учетом фаз луны, можно добиться более эффективного и ускоренного выздоровления. Маленькое дополнение. Если применять цикл луны в вашей трансформации, то это будет очень даже здорово. Но при этом мы должны не забывать, что мы заземляемся с планетой, а не в отрыве от нее действуем, да еще на тонких планах. Поэтому сначала заземляемся, потом смотрим, какой у нас цикл и действуем согласно фазе луны. Очень удобно, очень мудро и эффективно с вами в мудрой трансформации. Продолжение следует...